Когда-то Ломоносу сказал, изучение химии имеет двоякую цель. Одна — усовершенствование естественных наук, другая — умножение жизненных благ. Так, 16 октября в здании Музея естественной истории Татарстана пришло научное шоу. Увлекательное путешествие в мир химии для детей и их родителей, вместе с маленьким Молем и доцентом Казанского федерального университета Аркадием Курамшиным. Научное шоу — это интерактивная программа. Она включает в себя демонстрацию различных интересных научных явлений и их доступное объяснение, а также помогает помочь осознать место науки в обществе. Участники интерактивной научной программы задумываются о том, что привычные вещества, процессы и явления, с которыми они сталкиваются, каждый день стали доступны благодаря достижениям так называемых естественных наук. На этой программе мы не только проводим какие-то интересные яркие химические эксперименты, но и узнаем в честь кого названы улицы Бутлерова, Зинина, Арбузова. Ведь не секрет, что мы каждый день ходим по ним и никогда не задумываемся, что же это были за люди такие и что они такого сделали замечательного, что в их честь назвали улицы. Химия занимает одно из почетных мест среди других наук, ведь она обеспечивает их веществами, материалами и современными технологиями и вместе с тем использует достижения математики, физики, биологии, экологии для собственного дальнейшего развития. Она помогает понять окружающий мир, определить в нем наше место и обеспечить устойчивое развитие человечества. Поколение – это восприятие науки, перестало быть отчасти восприятием чего-то магического, и чтобы они поняли, что это может сделать любой человек. Когда чудо становится, когда чудо объясняется, оно, может быть, перестает быть столь чудесным, но оно открывает такие новые вопросы, по которым мы дальше начинаем двигаться. Естественные науки помогают окунуть ребенка в этот загадочный и еще неосвоенный мир, позволяет провести время ребенку не просто весело, но и с пользой. Вместе с ребенком даже родители узнают что-то новое, причем о тех вещах, с которыми сталкиваются каждый день в повседневных делах. Попали на это шоу, очень давно собирались и пришли со всем большим семейством. Дети довольные, было интересно, опыты увлекательные, видно, что всем понравилось, не испугались и главное, что не скучали. Я узнал, что можно из разных веществ делать другие цвета. Если с водой смешать два порошка и смешать эти вещества, то будет фиолетовый цвет. Наука для ребенка может стать очень хорошим увлечением, которое, возможно, будет полезно для него в будущем. Он всегда будет заинтересован в процессах и явлениях, которые происходят вокруг него. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.